Ну вот, теперь мы более подробно рассмотрим образование, и я уже тоже, по-моему, на прошлой лекции этот слайд показывала, и мы в целом говорили по социальной сфере, но если говорить про образование, то нужно разделять образование как базовую сущность в отрыве от хозяйственной практики, от социально-экономических отношений. То есть, смотрите, если мы скинем все вот это наносное, которое на образование надевает социально-экономические отношения, будь то феодальные отношения, будь то капиталистические, даже социалистические, если вообще мы уберем социально-экономические отношения, в которые образование волей-неволей должно вписываться, что у нас останется? У нас, по сути дела, останется такой процесс, чистый процесс сотворчества, учителя и ученика, учеников между собой, учителей между собой, то есть процесс сотворчества, в котором создаются неограниченные общественные блага. И происходит всестороннее гармоничное развитие личности. Вот смотрите, я думаю, что вы все с этим согласны, вы сейчас находитесь в стенах Московского государственного университета, И наверняка вам хочется, чтобы преподаватели действительно были, вы с преподавателями были сотворцами, чтобы преподаватели реагировали на ваши вопросы, чтобы они не считали времени, когда надо убегать, а отдавали вам себя полностью. То есть вы можете себе представить, что у нас завяжется такой процесс сотворчества сегодня, что мы с вами задерживаемся на час, на два, придут охранники, будут нас выгонять, а вы скажете, нет, у Натальи Геннадьевны такая интересная лекция, вот мы зацепились и будем тут сидеть, пока она не остановится, а Наталья Геннадьевна вошла в раж и так далее. Ну это, конечно, шутка, но вот даже когда мы отдаем, я не знаю, вы родители или нет, вот сейчас у нас, в принципе, коммерциализация произошла, образование в стране, да, и, например, родитель отдает своего чада в платную школу, он платит сам из своего кармана денежки за обучение. Вот как вы думаете, что он хочет от учителя, которому он отдает своего чада? Чтобы учитель отдавал себя полностью, так ведь? Чтобы он раскрыл все грани таланта моего чада, чтобы он дал качественное, максимальное возможное знание, чтобы реагировал на его какие-то запросы, чтобы раскрыл как личность. Но ведь правда хотим этого, хотим этого, но тут вступает в силу так называемая коммерческая услуга. Это такой сюртучок, на который накидывает себя образование в рыночной капиталистической системе, как я вам показала. И что получается? Получается, что родитель, как потребитель, он видит, что у чада совсем-таки и не блестящие результаты обучения. Кто виноват? Не чада же, а учитель, правильно? Ну не так он, значит, оказал эту образовательную услугу, а я-то денежки заплатил. То есть вот образование, как я, по-моему, это уже говорил на прошлой лекции, нужно разделять образование, как такое общественное значимое благо и то образование, которое вписывается в ту или иную социально-экономическую систему. И четко понимать, что да, вот в этой системе, когда образование у нас трансформировалось в частное благо, и мы воспринимаем это уже как частное благо, мы должны накопить свой частный капитал и потом продать свою рабочую силу как можно более выгодно. Конечно же, образование подвергается определенной деформации, надевая вот эти социально-экономические отношения на себя. И сама по себе система начинает тоже жить по определенным правилам, то есть по определенным тоже социально-экономическим отношениям внутри системы образования. Это сказывается на непосредственно образовательный процесс, как я вам сейчас, может быть, на небольшой юмористической ситуации, но показала, да, отношение ученика и учителя, отношение родителей и учителя, отношение учителей между собой. Ну вот даже маленький пример. Вы даже не представляете, какие, извините, бои без правил, в кавычках, идут между преподавателями за нагрузку. Мне это не очень приятно говорить, но это есть. Понимаете, а почему? Потому что мы коллеги-конкуренты, вот в данном случае. И, конечно, нагрузка, а если еще это нагрузка, которая не входит в основную ставку, а это дополнительные заработы, которые можно на договорной основе, например, получить, то это очень серьезная конкурентная борьба на кафедрах может разгораться. Вот, то есть вот эта вот общественная сущность образования, она трансформируется, и образование вообще, по идее, это благо для всего человечества, но оно может не только служить прогрессу общества, но и может служить регрессу, наоборот. То есть тормозить социально-экономическое развитие. Ну вот, по-моему, в 19-м году как раз у нас был выпуск журнала Вестник МГУ серия философия, где у нас были разные статьи сотрудников, в том числе нашего центра и вообще философского факультета, по вопросу прогресса общества и человека. Ну вот, в том числе я там раскрывала вопрос роли образования современного в прогрессе общества и человека. Итак, зафиксируем. Образование есть общественное благо по своей общественной сущности, в конкретной социально-экономической системе приобретает конкретную историческую форму, то есть надевает определенный сюртучок социально-экономических отношений. Это могут быть социально-ориентированные отношения, это могут быть рыночные ориентированные отношения. Рыночные ориентированные отношения, они трансформируют общественное благо в частное и приобретают форму коммерческой частной услуги. В таком виде, с одной стороны, образование может служить прогрессу, развивать общество и экономику, но в некоторой степени такая система может тормозить развитие общества и экономики. Теперь следующий момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание, это трансформация места и роли образования в процессе развития технологий и содержания труда. То есть понятно, что технологическая революция, так называемая креативная революция, они определяют место и роль образования в общественном производстве. То есть в общественной экономической системе. И вот на данном слайде вы видите, что если мы будем смотреть на технологические уклады, а сейчас вы знаете, что самые развитые страны это шестой технологический уклад. Мы где-то топчемся, ну так уверенно на третьем, четвертом, может где-то в каких-то отраслях. В пятом технологическом укладе наша экономика находится. Вот, и вы видите, какое доминирование содержания труда преобладает на том или ином технологическом укладе. Содержание образования как изменяется и, соответственно, место и роль образования. Ну и если мы говорим о первом-втором, это вообще доиндустриальный этап развития общества, то преобладание ручного репродуктивного труда. Вот, содержание образования здесь, образование преимущества религиозное и начальное производственное обучение. Это такие, можно сказать, ремесленные обучения, ремесленные мастерские, которые уже начали на тот момент выделяться. Если до этого было только религиозное образование, то уже здесь, на первом-втором доиндустриальном этапе начали появляться какие-то производственные, ремесленные образования. Но это самое элементарное. Ну и, соответственно, образование играет, конечно же, второстепенную роль в общественном производстве. Ну и пятый, шестой уклад. В чем изменения кардинальные произошли? Вам, по-моему, Александр Владимирович должен был читать эту лекцию, что сейчас у нас креативная составляющая, творческая, она начинает преобладать. Не везде, в разных пропорциях, но это не зависит от того, творческая профессия или нетворческая, но творческий труд, то есть творческая составляющая труда, начинает преобладать. Ну и, соответственно, образование должно быть не только узкопрофессиональным в данном условии, но оно должно формировать именно творческий потенциал человека. Это вот большой вопрос для системы образования. А как это делается? Особенно у нас, когда, если ранее мы говорили об учении, под которым понималось образование, воспитание и просвещение, то сейчас у нас до недавнего времени воспитание вообще было выведено из-за рамки системы образования. Ну, про просвещение я вообще помолчу. Но недавно начали у нас вводить в школы замдиректоров по воспитательной работе, начали очень четко заниматься воспитательной работой, ну, во всяком случае, на уровне школьного образования. Ну, соответственно, вот в этих условиях образование, оно приобретает очень важную роль и, соответственно, важнейшее место в общественном производстве. То есть, по сути дела, как когда-то материальное производство сделало скачок и толкнуло развитие экономики, так и сейчас образование, когда человек, его потенциал, особенно творческий, становится главной производительной силой в разных сферах деятельности, в этих условиях образование превращается в, соответственно, основную сферу формирования человека человеческого потенциала. Ну, и наиважнейшую сферу экономики уже. Далее. Ну, это как бы сердцевина лекции, да, в лекции было заявлено противоречие. Какое же противоречие в современной экономике? В какое противоречие, ну, я так сказала, вторглась? Или до чего дошло образование? И какое противоречие сейчас мешает дальше развиваться системе образования? Или возникают большие вопросы, по какому пути идти? Ну, вот я вам сказала на предыдущем слайде, показала, что развитие технологий 5-6 уклада требует развития образования по модели образования для всех и через всю жизнь. То есть, это развитие эголитарной модели образования для того, чтобы был свободный доступ к различным уровням образования, формам образования. Но, то есть, это требование, по сути дела, времени, требование развития производительных сил общества. Вот они сейчас уже на таком уровне развития, что производительные силы общества требуют от образования этого. Но, социально-экономические отношения, они, к сожалению, начинают играть в противовес. То есть, социально-экономические отношения, особенно вот неолиберального этапа капитализма, они, наоборот, сдерживают развитие образования, в том числе процессами коммерциализации и бюрократизации. Получается, система образования, ну, так скажем, всю корежит. С одной стороны, образование должно идти вперед, быть открытым, не только обучать, но и воспитывать и просвещать, иметь свободный доступ. Учитель должен чуть ли не быть номер один вообще в профессиях, которые есть в экономике. Но, к сожалению, процессы коммерциализации, финансализации и бюрократизации, образования, я имею в виду, которые развиваются на этапе неолиберальной модели капитализма, они, к сожалению, наоборот, сдерживают это развитие. Вот такое жесткое противоречие. Но вы не думайте, что это противоречие характерно только для нашей страны. Вот, то есть это не только проблема и противоречие трансформации системы образования в нашей стране. Но в нашей стране есть свои нюансы. Какие нюансы? Первое, это то, что если ведущие университеты Запада, они шли к рыночно-ориентированной модели эволюционно, то мы пришли революционно. Если они шли эволюционно столетиями, то мы пришли революционно за несколько лет, грубо говоря. Тоже по статистике я вам сегодня это покажу. Поэтому это, конечно, накладывает свой отпечаток. Образовательные организации, когда остались наши российские после распада Советского Союза у разбитого корыта, то они начали сами выбираться из этого всего. Ну, во-первых, платное обучение, во-вторых, какие-то научные разработки, которые начали на коммерческой основе делать. В общем, масса всего, что получилось. С одной стороны, это хорошо. Где-то, может, стимулирование инноваций произошло. Может быть, больше возможностей для выбора, например, студентами вузов. Но не все то золото, что блестит, мы посмотрим сегодня. Значит, зафиксировали этого противоречия. Далее перейдем к процессам, которые происходят с образованием именно в системе социально-экономических отношений. Первым делом нам интересен индустриальный этап. Когда начала развиваться индустрия разного рода, то произошел так называемый процесс экономизации. Вот если вы вспомните табличку, где соответствие технологических укладов содержания труда и содержания образования, то это где-то третий-четвертый уклад. То есть экономизация образования, это, кстати, не скажешь, что большое достижение, но я определила таким образом этот этап, первый этап, индустриальный, когда образование стало уже вписываться в экономику. То есть, по сути дела, это первый этап, когда образование начало играть определенную роль и начало вписываться в социально-экономические отношения той или иной системы. Где-то это было еще в феодальных отношениях, потому что, например, в нашей стране, в России до Советского Союза, в Царской России нельзя сказать, что это была капиталистическая страна, но образование уже развивалось. Так вот, процесс экономизации образования, это когда образование ориентируется, например, не только на укрепление власти, как это было при феодализме, но уже образование ориентируется на цели экономики этой системы социально-экономической. Я хочу обратить ваше внимание, что экономизация образования происходит не только в рыночно-капиталистической системе. Это можно было видеть и в социалистической системе в том же Советском Союзе. Образование тоже ориентировалось на цели экономики страны. То есть экономизация образования, это процесс, который характерен для разных систем, для разных стран и для разных эпох. Это такой общий, можно сказать, этап. Потом начинаются разные дорожки. Рыночно-ориентированная модель идет по дорожке коммерциализации. То есть с усилением рыночных отношений вообще в социально-экономической системе, эти отношения начинают влиять и на развитие системы образования. И вот этот процесс называется коммерциализация образования. Этот термин, категория введена давно, но тоже, если смотреть литературу, все по-разному определяют. То есть я под коммерциализацией образования понимаю подчинение всех слагаемых, начиная от непосредственно самого образовательного процесса, с содержанием образовательного процесса, его основных участников, их поведения, их мотивы, цели, управления образовательными организациями подчиняются двум моментам. Это отношением товарного производства обмена и превращение таким образом образования в сферу осуществления рыночных услуг. И второе, то, что вам не видно, это то, что перед образовательными организациями встают новые цели, а именно цель получения определенного коммерческого результата. То есть до этого у образовательных организаций не было таких целей. Они были связаны, то есть образовательная организация, сама система образования, она была связана с экономикой страны, но таких целей, как получение коммерческого результата, не было. А вот процесс коммерциализации характеризуется именно этим. Но коммерциализация образовательных организаций – это не обязательно получение прибыли или прибавочной стоимости, если говорить политэкономическим языком. Это, в том числе, по-моему, я вам уже на прошлой лекции говорила, это определенные позиции в рейтинге, набор студентов и так далее. Вот это все – это все равно цель получения коммерческого результата. И вот в качестве примера приведу книгу Дерека Бока. Он был дважды ректором Гарвардского университета. Но Гарвардский университет, как известно, уже долгие годы входит в тройку во всех рейтингах ведущих университетов мира. Так вот, Дерек Бок, чем интересна его история, он был ректором дважды. Один раз он был ректором, как раз когда начал набирать свои обороты неолиберальный этап капитализма, когда началась десоциализация экономики, государство начало меньше денег выделять из бюджета на образование и так далее. Вот он как раз в течение, по-моему, 20 лет был ректором. А потом он ушел, и случился у его преемника, не знаю, какой скандал, его опять призвали, и он согласился, еще какое-то время занимал. То есть вот единственная в истории Гарвардского университета – дважды ректор. Вот у него есть интересная книга «Университеты в условиях рынка коммерциализации высшего образования». По сути дела, это не теоретические выкладки, это практика жизни Гарвардского университета. Он рассказывает именно о том, как коммерциализировался Гарвардский университет. Но сами понимаете, если это классика образования в Соединенных Штатах, Гарвардский университет, то это наверняка в ведущих университетах такая практика деятельности тоже есть. Ну вот интересные его цитаты. Одна цитата – это предисловие, что на протяжении последних 25 лет, ну смотрите, это в 2003 году была написана книга у него на английском языке, то есть 25 минус от 2003-го. То есть на протяжении последних 25 лет университеты с небывалой энергией продают свои знания и умения частным лицам и корпорациям. Это вот к вопросу о трансформации в частное благо и в коммерческую услугу. И заканчивает он вот этой фразой, это уже заключение в заключении. Наблюдая за происходящим, я опасаюсь, что под воздействием коммерциализации может измениться сама природа академических учреждений, и нам придется об этом пожалеть. Это вот подтверждение того тезиса, который я вам давала, что система образования может содействовать прогрессу общества и экономики, а может тормозить. Вот в данном случае как раз вот эти слова Дырака Бока, они подтверждают эту идею. Он говорит о торможении, о том, что вот та система образования, которая сложилась, например, в Гларвардском университете, она уже служит тормозом в развитии общества и экономики. Он интересный, там описывает моменты. Интересный, ну просто эту книгу можно читать как, я не знаю, какой-то роман, потому что действительно она не теоретическая, а практическая. Он описывает жизнь непосредственно университета. И вот он описывает, меня очень поразило вот этот момент, он пишет, что в Гарварде есть не просто департамент финансов, а отдельная компания, дочерняя, Harvard Corporation, которая занимается как раз управлением финансами Гарвардского университета. И он пишет, что когда мы ее создавали, мы не думали, что она превратится в коммерческую структуру и будет таким же коммерческим агентом, как все коммерческие организации. Она будет играть на бирже, она будет вкладывать деньги в инвестиционные проекты. И это приведет к тому, что в принципе, он пишет это вот прям черным по белому, что мы сейчас имеем, Гарвардский университет имеет столько прибыли благодаря Harvard Corporation, что мы можем обучать всех студентов Гарварда бесплатно. Ну вот вы можете зайти на сайт Гарвардского университета и посмотреть, насколько бесплатно они обучают студентов. Вот это к чему? К тому, что развитие, казалось бы, рыночно-ориентированной модели, оно в какой-то мере, да, вот есть средства, да, и можно совсем бесплатно обучать студентов. Но нет, нет. Почему? А потому что образовательная организация в этих условиях превращается в коммерческую структуру, для которой цель главная какая? Коммерческий результат. Она и будет его наращивать. Вот такая трансформация в том числе и образовательных организаций происходит, когда они уже воспроизводят десятилетиями рыночно-ориентированную модель. У него, кстати, еще есть две книги точно по профессиональному обучению. Мы его, кстати, приглашали, он жив, мы его приглашали на один из наших конгрессов, мы ежегодно проводим конгресс производства наукообразования, и мы его как раз перед пандемией в 2019 году приглашали приехать сюда к нам. Но он, кстати, ответил, мы даже не ожидали, вот просто в открытом доступе был e-mail, мы написали, он, ну я не знаю, он или его помощники, может быть, но ответили, что он готов прислать видеообращение, а приехать, к сожалению, не может, так как уже в возрасте и, в общем, здоровье не позволяет. Вот, так что вот такая история. Дальше, значит, опять-таки подтверждение тезиса, что социально-экономические отношения влияют на систему образования. Сейчас вы знаете, что этап развития капитализма характеризуется процессами финансиализации, то есть если упрощенно, это финансовый сектор начинает превалировать над реальным сектором, ну и, соответственно, диктовать свои условия. И финансиализация экономики, она уже идет как минимум десятилетия, если не больше, и, к сожалению, под финансиализацию начала попадать и социальная сфера. Конечно, у нас в стране это не такими темпами идет, я уже об этом говорила на прошлой лекции, помню, но в Соединенных Штатах Америки есть такие явные проявления. Но вот, кстати, о финансиализации образования тоже, я об этом задумалась лет пять назад, наверное, то есть когда было у нас, было мероприятие, там затрагивалась тема финансиализации экономики, а я думаю, вот интересно, а финансиализация образования, ведь если, ну, как бы вот эта идея, то, что социально-экономические отношения влияют, то, наверное, и этот процесс тоже влияет на образование, я начала копать, начала набирать эмпирический материал. И вот что у меня получилось. Значит, ну, вы определение видите, что такое финансиализация именно образования, когда финансовый сектор определенным образом, и финансовый капитал, не только институты, как бы финансовый сектор, но и сам по себе финансовый капитал начинает влиять на сферу образования, причем на образовательный процесс в том числе. Давайте посмотрим, какие эмпирические проявления есть в процессе финансиализации. Ну, во-первых, первый момент – это снижение доли бюджетного финансирования. Ну, наверное, скорее всего, можно сказать, что это такой заключительный этап коммерциализации, который уже подвел итог под коммерциализацией, и снижение доли бюджета на образование во многих странах, вот я дала вам статистику по ОССР, извиняюсь, что 2018 года не обновило, но тенденция идет на уменьшение. Особенно в высшем образовании сокращается доля бюджета. Многие страны сокращаются, не только наша страна, но и многие страны сокращают, в том числе и даже скандинавские страны сокращают. Это заставляет организации образовательные думать о том, как зарабатывать деньги и как оставаться на плаву. Потому что, сами понимаете, если соответствует пятому, шестому технологическому укладу, особенно если это техническое обучение, то надо соответствующие лаборатории, надо соответствующее техническое оснащение. А где это все брать? Сейчас работодатель требует, чтобы университеты шли в ногу со временем и готовили специалистов по требованию современного уровня развития технологий. И это очень сложно удержаться на уровне. Второй момент – это подчинение финансовому капиталу такого традиционного канала, как финансирование образовательных организаций. Здесь речь идет об образовательных кредитах. Я вам об этом тоже вскользь говорила. Здесь вот статистика, которую приводит Financial Times. Статья у них от 2018 года как раз по задолженности по образовательным кредитам в Соединенных Штатах Америки. Ну вот посмотрите, что в 2018 году полтора триллиона долларов, общий долг по кредитам, не сама сумма кредитов, а общий долг по кредитам. И проведенное исследование показало, что почти 40% этих заемщиков по всей вероятности к 2023 году не смогут погасить свои кредиты. Но то, что у нас это не пошло, я вам говорила, у нас тоже это было запущено, образовательные кредиты, многие банки начали заключать соглашение, соответствующее с университетами. Ну, это есть, но оно массово не получило распространения. Еще раз повторюсь, что в том числе из-за достаточно низкого уровня жизни у нас в среднем в стране. Следующее, это возрастание роли финансовых подразделений в структуре университетов. Но в большей степени это относится к университетам, не к школам и дошкольным учреждениям, а именно к университетам. Ну и изменения в системе управления университетами. То есть сейчас, вот вспоминая того кембриджского профессора, почему он чувствует себя как в стенах Кембриджа, как в застенках фашистов, потому что, если раньше в структуре университета главное подразделение, это были непосредственно образовательные научные подразделения, то есть кафедры, факультеты, главным был преподаватель и ученый. То сейчас изменились приоритеты. И важное место занимает административный аппарат и финансово-экономические департаменты. И, соответственно, это меняет саму систему взаимоотношений внутри образовательной организации. И ты себя начинаешь чувствовать действительно зависимым, когда главный у нас бухгалтер, финансист или администратор, который сидит, они совсем не преподаватели. То есть как преподаватель ты себя начинаешь чувствовать подчиненным этому административно-экономически-административно-финансовому аппарату. Ну и плюс такой момент, что в состав наших попечительских советов, наших ведущих университетов входят представители в большей степени банковского, финансового, инвестиционных секторов. Но тоже, по-моему, об этом говорила, что это не прямое доказательство начала финансиализации, что эти люди могут и благо нести, может быть, там, спонсировать какие-то проекты, но... А могут и влиять и на образовательный процесс. А почему нет? Почему они не могут влиять? Они могут влиять на непосредственно те программы, которые будут запускаться новые. Ну, явно они будут ратовать за программы, наверное, по финансам и кредиту, или инвестициям, а не по каким-то гуманитарным программам. Но это не всегда так, но все-таки есть в этом момент такой, что это может быть начало момента такой усиливающейся финансиализации у нас в стране. Кстати, надо отдать должное западным университетам. Я посмотрела на их попечительские советы. Знаете, у них в попечительских советах ведущие профессоры этих университетов, кто работает уже много лет. Как бы в попечительские советы там заслуги перед отечеством, грубо говоря, входят. А у нас, вот в ведущих университетах, вы не найдете ни одного члена кора, академика или профессора. Вот, ну, я просто пример привела. Если вы посмотрите на сайт МГУ, финансовые университеты и так далее, это все один к одному. Ну, и последний момент, по-моему, да. Усиление финансиализации экономики и общества влияет на изменение содержания структуры программ. Я вам тоже об этом говорила, анонсировала, что Минфин и Всемирный банк с 2011 года финансировал программу, проводил масштабную программу по содействию повышению уровня финансовой грамотности населения России, соответственно, и развитию финансового образования в Российской Федерации. Вот, и, соответственно, эта программа даже, вообще-то, по идее, должна существовать до сих пор, но я вряд ли думаю, что они перечисляют нам деньги сейчас. Но много всего сделано в этом смысле. С одной стороны, может быть, это замечательно, да, мы будем финансово грамотные, дети будут подкованы, они не будут брать деньги в кредит, потому что знают, что это может плохо закончиться. Но так ли это? Мы сами себе зададим вопрос. Вот так ли это? Если ребенку, пятилетнему, вот я вам привела, это смех сквозь слезы, конкурс, сейчас я дам вам возможность, конкурс финансовых сказок в детских садах. То есть у меня есть много обложек книг, на которые выделялись деньги, которые изданы. Там банкоматик, копеечка и так далее. То есть я понимаю, что, наверное, нам с вами надо знать, но пятилетнему ребенку, я думаю, он может прожить без этих знаний. Ну вот если посмотреть исторически на весь процесс вписывания, так скажем, образования в рыночную капиталистическую систему, то этот весь процесс можно назвать маркетизацией. То, что я вам заявила, тренд в начале. От слова рынок или по-русски сказать о рыночнивании системы образования. Но вот на сегодняшний этап я вижу вот эти блоки маркетизации образования. Причем я хочу сказать, что вы не думаете, что, например, с усилением коммерциализации нет экономизации образования. Нет, она есть. То есть часть образования все равно работает на экономику страны. Но опять-таки, на какую экономику, на какую ее часть? И какие социально-экономические отношения развиваются в самой системе образования? Также с усилением финансиализации, с появлением процесса финансиализации образования не пропала и коммерциализация. То есть, так происходит, знаете, усиление вот этого процесса урыночнивания. И эти процессы, они показывают, каким образом, в принципе, развивается система социально-экономических отношений при капитализме, и как изменяется система образования, вписываясь в них. Теперь о России. Как проходил процесс, ну, у нас, конечно, процесс маркетизации, урыночнивания, в первую очередь, у нас, конечно, явно шел и идет процесс коммерциализации. Причем с каждым годом это все больше усиливается и усиливается. Ну, явным, таким эмпирическим доказательством является, во-первых, увеличение числа негосударственных вузов. И второй момент, это увеличение числа численности, вернее, не числа, а увеличение численности студентов, которые обучаются не за счет средств бюджета, а из-за других источников, в том числе в большинстве своем из своих источников. Вот изучала такой момент. есть такая, такой, ну, как сказать, при наборе студентов есть такой момент целевой набор. Вы знаете о нем, да? Что это такое? Ну, практически незаполненные места по целевым наборам. Ну, потому что особенно гуманитарные специальности, ну, ну, что ты, какой музей, например, себе позволит будущего сотрудника обучать за счет средств музея, там, и так далее. Ну, нет, то есть вот гуманитарные, в этом смысле гуманитарные, например, специальности, они страдают. Может быть, какие-то технические, естественно, научные, здесь получше ситуация, но целевых наборов, по сути дела, их очень мало. Есть ведущих в вузах технических, опять еще раз повторюсь, и естественно, научные направленности есть. Но в основном обучаются за счет собственных средств. Вот, ну, вот динамику вы видите, потом, если интересно будет, сброшу презентацию, посмотрите ее более подробно. Вот она по 19-20 год. Сейчас число студентов выше образования, обучающихся за собственные средства, увеличилось. Практически сейчас 60%. Тоже, по-моему, цифру я вам это озвучивала. Как институционально закреплялся процесс коммерциализации образования в нашей стране? Естественно, были... То есть сначала шел процесс как таковой, а потом это все закреплялось на законодательном уровне. И законодательство здесь в том числе и идет тоже в ногу с этими процессами. И вот вы видите, я обозначила два закона, которые узаконили процесс коммерциализации социальной сферы и в частности образования. То есть это закон ФЗ-83, те, кто работает в социальной сфере, они его знают как ужас, когда говоришь ФЗ-83, все пугаются. То есть это как раз закон, который узаконил коммерциализацию бюджетных учреждений, государственных учреждений. Ну и второе закон 210 ФЗ Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, он узаконил деятельность по реализации коммерческих услуг, в том числе государственными структурами. Ну и я вам привела динамику финансирования, процент от ВВП на образование специально разные годы, начиная с 50-х годов, то есть опять-таки Советский Союз для сравнения, ну и вот статистика практически по сегодняшний день. На сегодняшний день чуть-чуть побольше, мы приблизились к 4%, но я не знаю, что будет на следующий год, наверное, скорее всего, будет уменьшение. Но в принципе топчемся на одном месте, то есть в 95-м году 4% и примерно сейчас такой же уровень. Какие же результаты процесса коммерциализации образования в постсоветской России? Ну вот индекс уровня образования, вы видите место Российской Федерации в рейтинге. В 1992 году мы были 28, в 2019 году на 41-м месте. Естественно, как у любого процесса, есть определенный плюс и есть минус. Вот вы видите, какие плюсы рыночно-ориентированной модели, на которую мы сейчас ориентируемся. Это снижение нагрузки на бюджет, естественно. Второе, это развитие частной инициативы в сфере образования. Ну, здесь да, можно согласиться, что у нас появились очень такие мощные университеты, даже коммерчески, полностью коммерческие, которым только с 2013 года начали выделять бюджет, даже с 2012 года начали выделять бюджетные места. То есть до 2012 года частные образовательные организации в Российской Федерации жили за свой счет. То есть что заработали, на то и жили. Ну и третий момент, это включение в мировые образовательные стандарты, хотя сейчас оказывается вот это минус, об этом лучше не говорить, что международные стандарты, это хорошо, оказывается баллонской системой, баллонской декларации, это не то, что нам нужно было. Хотя я считаю, что вообще дело не в баллонской системе, не в баллонской декларации, совсем таки, а вот именно в усилении рыночной ориентации самой системы образования. Можно работать и жить и по баллонской системе, но если будут другие механизмы работать внутри системы образования. Ну и некоторые отрицательные моменты. Снижение качества образования, к сожалению, это констатируют все, в том числе у ректора МГУ есть такая книга, по-моему, даже она начала 2000-х годов, они написали совместно с несколькими ректорами университетов страны. Называется она образование, которое мы потеряли, многоточие. Но, к сожалению, качество образования снижается по разным причинам. Здесь нельзя говорить, что только из-за того, что у нас рыночно ориентированные отношения в системе образования есть ряд других причин, но все-таки это тоже влияет. Второе, рост неравенства в доступе к образованию и как следствие появления образовательной сегрегации. то есть от этого никуда действительно не денешься, это уже наша жизнь, когда есть элитные вузы, внутри вузов есть элитные студенты и элитные профессора. Вот вот эта элитарная модель, она уже четко закрепилась у нас, и прорваться детям из семьи с низким уровнем доходов туда практически невозможно. Можно, конечно, ломоносы у нас остались и будут, никуда они не денутся, но это все-таки единицы. А вы видели то противоречие, которое я вам показывала, что нам нужны не единицы ломоносовых, которые будут прорываться правдой и неправдой в элитные университеты, а нам нужны десятки тысяч ломоносовых, которые будут свободно иметь доступ в те университеты и в те школы, которые они хотят. Ну и третье, это невысокие результаты инновационности российской экономики. Показатели действительно об этом говорят, но здесь наверное все-таки сфера образования тоже опосреданно имеет отношение, здесь в том числе и преграды для развития малого и среднего бизнеса, высокий кредит, проценты по кредитам и так далее, но и образование тоже вносит свою лепту в невысокие результаты инновационности российской экономики. Далее о тех процессах, которые сопутствуют процессу коммерциализации. Я вам анонсировала, что это два процесса, это бюрократизация и менеджеризация. Бюрократизация проявляется в разных формах, вот видите, вы на слайде основные проявления, это как на макроуровне управления образованием, то есть у нас очень забюрократизирована сама система управления образованием, то есть разрастание административного аппарата, по сути дела, бюрократического, и казалось бы, университеты, они должны быть такими творческими коллективами, да, должна быть администрация, но все-таки она не должна доминировать непосредственно над образовательными отделениями, факультетами и кафедрами, но, к сожалению, это так происходит. Ну и сам процесс образования изнутри он бюрократизирован, это и отчетность, формы отчетности и так далее. Значит, следующий момент это менеджеризация, но так как времени у нас не очень много, но, в принципе, вы можете посмотреть коротко об этом. отказ от избрания руководителя. Если раньше руководители избирались, ректора, то сейчас они назначаются. То есть, представьте, ректора университета назначают. А в науке то же самое. Вот недавно были перевыборы президента Российской Академии Наук. Может быть, кто-то слышал. Второй раз на эту должность баллотируется бывший директор Института океанологии имени Шершова Роберт Искандрович Нигматуллин. Умница. Он не только доктор физмат-наук, он еще занимается социально-экономической проблематикой, пишет статьи в том числе на наши темы. Он второй раз, первый раз пять лет назад его допустили к участию в конкурсе, но он не прошел. Вот Сергеева выбрали, который пять лет управлял, был президентом. Сейчас Нигматулина даже не утвердили в списке кандидатов. А почему? Потому что он резко высказывается о реформировании Российской Академии Наук и так далее. И о том, высказывается резко о том, где находится, в каком состоянии находится наша наука. Поэтому у нас сейчас в основном руководители образовательных и научных организаций, они назначаются. Причем это уже законодательно утверждено. По сути дела, люди, которые внутри находятся, они особо прав-то и не имеют выбирать своего руководителя. Ну и так далее. Вы можете все это посмотреть, какие нюансы менеджеризации образования есть. На этом слайде вот эти три больных точки в нашей системе образования постсоветской коммерциализации, бюрократизации, недофинансированность, я считаю, по моему мнению. Многие сейчас говорят, что основная проблема в недофинансированности. Я не считаю так, и я вам тоже, по-моему, об этом говорила. Настолько система социально-экономических отношений внутри образования построена неверно и не направлена на развитие этой системы, на улучшение качества образования, на самого учителя, на самого ученика, на сам образовательный процесс, что, в принципе, если даже повысить финансирование, то результатов больших мы не добьемся. То есть, надо менять саму систему. Но некоторые результаты вы тоже можете видеть от переориентации целей деятельности образовательных организаций до формирования образовательной сегрегации, причем на всех уровнях образования. То есть, понятно, что у нас есть даже уже элитные детские сады, где детки уже знают сначала, что с малых лет, что они поступят вот в эти университеты. Ну и есть простые детские сады, где дети тоже знают, что у них нет бассейна, потому что нет бассейна, и они поступят в какие-то другие учебные заведения. Это не шутки, это правда. Если у вас есть братья, сестры, дети, это все очень можно проследить на детях. Ну вот я вам сделала подборку рейтингов, просто в последнее время аудитория очень интересуется именно показателями различными. Вы видите, это вот основные рейтинги, индексы человеческого развития, мы на 52-м месте, индекс уровня, а вот страны-лидеры вы тоже можете видеть, Норвегия, Германия, Швеция, Финляндия, Сингапур, Великобритания, Соединенные Штаты на 17-м месте. Ну вот видите, Норвегия, Швеция, Финляндия, это скандинавские страны, это скандинавская модель, социально ориентированная модель капитализма. Индекс уровня образования, мы на 33-м месте, опять Норвегия на 5-м, Швеция на 10-м, Финляндия на 9-м, Великобритания, Соединенные Штаты 8-е и 12-е место. Рейтинг национальных систем высшего образования, они бывают разные, их много, я вот взяла один из них, по 20-му году мы на 35-м месте. Следующее, это индекс эффективности национальных систем образования, мы на 34-м. Ну вот видите, лидеры Соединенные Штаты, Сингапур, Финляндия, Великобритания, Германия, Швеция. Ну кстати, Сингапур действительно вырвался в последние десятилетия, они очень сильно много внимания уделяют системе образования, то есть в Сингапуре университеты очень сильные, система образования развивается на всех уровнях. Ну и вот рейтинг лучших университетов мира. Вот вы видите, провал программы 5-100, вы наверное слышали, у нас такая была программа президентская, утвержденная президентом, что за 5 лет, ой нет, за какой-то период, по-моему, даже за 5 лет, наши 5 университетов, ведущих, должны войти в сотку, в сотку, не в десятку, а в сотню лучших университетов. Провалили. 174 место Московский государственный университет. Добрался, ну единственный вуз, который вошел в 200, в, так скажем, лучших, и только 174 место. Абсолютный провал, хотя денег было выделено на эту программу, этим университетам большое количество средств было выделено по программе непосредственно с бюджета, это отдельно, это не просто бюджеты, которые вот выделяются, как обычно, университетам, это совершенно отдельная программа. Ну и дальше я, к сожалению, съехала. Я не думаю, так и, в принципе, за все остальное, наверное, у нас не спрашивают, так и за это. Вот, и тоже интересные выкладки, это не мои, это из доклада Абыл Гезовича Гонбегиана, по-моему, да, академика, академика Российской Академии Наук, доктора экономических наук, он в последнее время пишет очень много о социальной ориентации вообще нашей экономики, России, и системы образования в том числе. Он не только об образовании говорит, он называет сферы определенные, которые, так скажем, входят в экономику знаний. Но образование там, естественно, центровое место занимает. Ну вот, посмотрите, доля экономики знаний, ну туда входит образование, информационные технологии, вот эта вот сфера, информационно-коммуникационные, сейчас цифровые технологии. Развитые страны, это 30-40% ВВП уже занимает. Развивающие страны 15-20%. Ну вот Китай, видите, скоро вырвется из этого блока развивающих стран и будет стремиться к развитым. Ну а Россия, видите, на 14-м месте по доле экономики знаний ВВП. Это его был прогноз, он делал доклад в 2019-м году на Санкт-Петербургском экономическом конгрессе, это вот из его тех данных. Он делал прогноз в то время, я думаю, что сейчас просто последняя строчка, она не актуальна, потому что сейчас все изменится в связи с сегодняшней ситуацией и наверняка, наверное, не в лучшую сторону для экономики знаний и для сферы образования в том числе. Ну и в заключение я хотела бы сказать, что не только Абал Гезович Аганбегян, Александр Владимирович Бузгалин, Андрей Иванович Калганов, Глазев Сергей Юрьевич, Нигматуллин Роберт Искандерович могу перечислять еще этих ученых, разных экономистов и социологов, Тощенко Жан Терентьевич, доктор социологических наук, все эти люди, в том числе бывший декан ушедший не так давно философского факультета Миронов Владимир Васильевич, они все говорили о том, что нам срочно необходимо переходить на социально-ориентированную модель образования. Но как? Мы уже вторглись, увязли, я бы сказала, в рыночной ориентированной модели. Но я считаю, что все-таки можно из этого выходить и можно делать какие-то хотя бы первые шаги. Вот эти первые шаги, на мой взгляд, самые элементарные, представлены здесь, они много денег не потребуют, но это хотя бы будут первые шаги к социальной ориентации. Во-первых, это социально-гуманитарно-ориентированное обучение, то есть это опять возврат к модели, когда мы не только узкопрофессиональных специалистов выпускаем, но мы еще и воспитываем, и просвещаем. Следующий момент, это общедоступное образование, то есть необходимо выстроить модель так, чтобы любой человек, независимо, в каком регионе он живет, какой уровень достатка его семьи, он мог получить любое образование, какое он только хочет, и самого высшего качества. Третье, это эгалитарная модель образования, которая сейчас может заключаться в материальной, прямой материальной помощи детям из семей с низкими доходами. Их по статистике не буду приводить, она общеизвестна. В депрессионных регионах, тем более, я, по-моему, вам подчеркивала, что система образования регионов, они финансируются в большей степени не из федерального бюджета, из регионального бюджета, и это большая беда. Отсюда и низкие зарплаты учителей, и разница зарплаты учителей в разы московских и, например, региональных, когда у нас московский учитель в школе может получать до 100 тысяч, а учитель истории в Омске 15 тысяч. Ну, это реальная история, человек молодой, закончил Омский педуниверситет, он пришел в школу, оклад 15 тысяч рублей, причем эта нагрузка достаточно большая, включая классное руководство, не только часы. И последнее, это все-таки нужно возвращаться к демократичной модели образования. Сами образовательные организации, они должны быть не жестко коммерческо бюрократизированы по этой вертикали, а строятся на основе демократических основ, и образовательные образовательные сообщества могло бы принимать участие не только в управлении своими образовательными организациями, но и в том числе и всей системы образования в стране. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok